всем привет в интернете постоянно не утихают споры на тему того что лучше кнопки сенсорные механические либо вот такие вот на экранные как мы можем видеть на некоторых nexus и других смартфонах я хочу вам рассказать свое мнение по этому вопросу а также не просто сказать что мне нравится например на экранные да объяснить почему я так считаю итак давайте начнем возьмем для примера смартфон galaxy note 2 та же самая проблема в принципе меня доставало и на galaxy note 1 здесь есть вот такой вот стилус помощью которого очень удобно управлять смартфоном тыкать на какие-то ярлычки ссылки и прочее то есть серфит интернет и так далее но какая проблема возникает когда я например хочу сделать шаг назад эти кнопки на стилус не реагирует также как они реагируют кнопка home то есть мне придется очень сильно давить естественно через несколько раз я уже поврежу свой стилус то есть мне приходится здесь управлять стилусом а сюда нажимать пальцем и опять же сюда я легко нажимаю то есть просто легкий так а сюда мне надо вдавливать то есть давить то есть разные не только методы ввода но и разное взаимодействие с кнопками что очень меня по крайней мере не устраивает ладно стилус следующий момент кстати по поводу стилуса вы конечно скажете что здесь можно управлять жестами то есть нажав вот на эту кнопочку да там делать какой-то жест назад там и так далее то есть какими-то жестами заменить вот эти вот кнопки да но я скажу что для меня это вообще неприемлемо по той причине что во первых я должен держать стилус постоянно с пальцем на кнопке они так как мне удобно во вторых я просто тупо не могу порой запомнить что делает тот или иной жест то есть мне туда уже более удобней нажать пальцем и так стилус я убираю показываю почему я считаю что сенсорные кнопки зло на примере например игрушки давайте запустим игрушку райман и вот я к слову играю в игру вот таким образом там что-то делаю игрушки разные бывают и порой совершенно случайно при каких-то манипуляциях я задеваю вот эти вот самые кнопки то есть или кнопку меню или кнопку назад и так далее да на различных смартфонах сейчас я выключу что музыка не мешал на различных смартфонах свои кнопки свои вариации поэтому на тех или иных смартфонах я могу задевать различные клавиши что очень меня раздражает далее каждый производитель размещает кнопки вот эти вот назад меню и так далее по-своему то есть например берешь htc там одно расположение берешь samsung там другое мало того что меняется расположение меняется и сами кнопки например кнопка меню в samsung есть в htc других ее уже нет и так далее то есть тебе постоянно приходится переучиваться слева направо справа налево и так далее а если например использовать одновременно два смартфона то вообще становится неудобно здесь кнопка назад например с левой стороны находится на nexus и по умолчанию находится справа в этом вернее наоборот то есть постоянно я забываю стыкаюсь туда сюда то есть это для меня очень неудобно теперь давайте поговорим о наэкранных кнопках я покажу почему я считаю это самым наилучшим вариантом и так вот мой нексус как вы видите здесь снизу по умолчанию должно быть три кнопки у меня уже четыре дело в том что для наэкранных кнопок совершенно нет никаких границ на кастомных прошивках которыми я в основном пользуюсь я могу зайти настройки и вот здесь вот строка навигации я могу назначать вот эти вот нижней кнопки добавлять новые перетаскивать менять местами нажав на кнопку могу выбрать для нее значение действия могу здесь еще плюсик нажать еще какую-то кнопку добавить пятую и так далее то есть я все делаю под себя как мне удобно не так как производитель решил а именно как я считаю нужно поэтому кнопку назад я переместил вот с этого положения крайнего левого на крайнее правое теперь самсунгом меня управление получается одинаковая кнопка назад дом и так далее также добавил кнопочку меню которую по умолчанию не было и нет вы конечно скажете что это кастомные прошивки по стоку так делать нельзя будете правы в своем роде но я думаю что в скором времени а может даже в android 5 мы уже получим такую возможность настраивать кнопки нижнего навигационного бара теперь давайте рассмотрим ту же самую ситуацию с игрой перед тем как играть на своем nexus я возьму и выключу нижние наэкранные клавиши нажав на кнопку расширенный режим как вы видите теперь кнопки навигации ушли и все что находится на экране развернулась на весь экран я запускаю игру райман и как вы видите теперь я случайно ни на чё не могу нажать ничто не может теперь мне помешать нормально сыграть в игру то есть никаких клавиш лишних я могу держать вот так вот то есть что угодно могу делать и при этом отлично поиграть и когда я захочу завершить и опять же удержу кнопку включу клавиши и собственно смогу управлять опять смартфон поэтому ребят совершенно нет смысла расстраиваться тому что мода на смартфонах диктует на экранные кнопки все больше и больше фирм переходит именно с каких-то сенсорных и hard кнопок именно на наэкранные поверьте это благо и здесь не то что не стоит расстраиваться здесь нужно только радоваться спасибо вам за внимание всем пока пока всем привет в интернете постоянно не утихают споры на тему того что лучше кнопки сенсорные механические либо вот такие вот наэкранные как мы можем видеть на некоторых nexus ах и других смартфонах я хочу вам рассказать свое мнение по этому вопросу а также не просто сказать что мне нравится например наэкранные да объяснить почему я так считаю итак давайте начнем возьмем для примера смартфон galaxy note 2 та же самая проблема в принципе меня доставала и на galaxy note 1 здесь есть вот такой вот стилус помощью которого очень удобно управлять смартфоном тыкать на какие-то ярлычки ссылки и прочее то есть серфит интернет и так далее но какая проблема возникает когда я например хочу сделать шаг назад эти кнопки на стилус не реагирует также как они реагируют кнопка home то есть мне придется очень сильно давить естественно через несколько раз я уже поврежден игрушку райман и вот я к слову играю в игру вот таким образом там что-то делаю игрушки разные бывают и порой совершенно случайно при каких-то манипуляциях я задеваю вот эти вот самые кнопки то есть или кнопку меню или кнопку назад и так далее да на различных смартфонах сейчас я выключу что музыка не мешал на различных смартфонах свои кнопки свои вариации поэтому на тех или иных смартфонах я могу задевать различные клавиши что очень меня раздражает далее каждый производитель размещает кнопки вот эти вот назад меню и так далее по-своему то есть например берешь htc там одно расположение берешь samsung там другое мало того что меняется расположение меняется и сами кнопки например кнопками лежу свой стилус то есть мне приходится здесь управлять стилусом а сюда нажимать пальцем и опять же сюда я легко нажимаю то есть просто легкий так а сюда мне надо вдавливать то есть давить то есть разные не только методы ввода но и разное взаимодействие с кнопками что очень меня по крайней мере не устраивает ладно стилус следующий момент кстати по поводу стилуса вы конечно скажете что здесь можно управлять жестами то есть нажав вот на эту кнопочку да там делать какой-то жест назад там и так далее то есть какими-то жестами заменить вот эти вот кнопки да но я скажу что для меня это вообще неприемлемо по той причине что во первых я должен держать стилус постоянно с пальцем на кнопке они так как неудобно во вторых я просто тупо не могу порой запомнить что делает тот или иной жест то есть мне тогда уже более удобней нажать пальцы и так стилус я убираю показываю почему я считаю что сенсорные кнопки зло на примере например игрушки давайте я могу назначать вот эти вот нижние кнопки добавлять новые перетаскивать менять местами нажав на кнопку могу выбрать для нее значение действия могу здесь еще плюсик нажать еще какую-то кнопку добавить пятую и так далее то есть я все делаю под себя как мне удобно не так как производитель решил а именно как я считаю нужно поэтому кнопку назад я переместил вот с этого положения крайнего левого на крайнее правое теперь самсунгом меня управление получается одинаковая кнопка назад дом и так далее также добавил кнопочку меню которую по умолчанию не было и нет вы конечно скажете что это кастомные прошивки по стоку так делать нельзя будьте правы в своем роде но я думаю что в скором времени а может даже в android 5 мы уже получим такую возможность настраивать кнопки нижнего на навигационного бара теперь давайте рассмотрим ту же самую ситуацию с игрой в самсунге есть в htc и других ее уже нет и так далее то есть тебе постоянно приходится переучиваться слева направо справа налево и так далее а если например использовать одновременно два смартфона то вообще становится неудобно здесь кнопка назад например с левой стороны находится на нексусе по умолчанию находится справа в этом вернее наоборот то есть постоянно я забываю стыкаюсь туда-сюда то есть это для меня очень неудобно теперь давайте поговорим о наэкранных кнопках я покажу почему я считаю это самым наилучшим вариантом и так вот мой нексус как вы видите здесь снизу по умолчанию должно быть три кнопки у меня уже четыре дело в том что для наэкранных кнопок совершенно нет никаких границ на кастомных прошивках которыми я в основном пользуюсь я могу зайти настройки настройки и вот здесь вот строка навигации